ВКонтакте live прямой эфир на Russian Music Box. Друзья, всем отличного настроения. Вы готовы, мужская половина населения? Сейчас вдохнула и выдохнула, как я вас учила, да? Вдох-выдох. Группа Viagra у нас в гостях. Привет, привет. Спасибо, что вы пришли. Очаровательно, просто потрясающе. Девчонки, вам вот за последний клип крайний, я бы так сказала, это просто бомба. Спасибо. Что вы там вытворяли? Объясните, как вы все это... Почему вас над вами издевают? То у вас куда-то холод, то в огонь, то в воду. Расскажите вообще, как все происходило? Ну вас впечатлило же? Безумно впечатлило. Ну, значит, все не зря было сделано, не зря мы так прохлаждались босиком, босые ходили в холодрыбу жуткую. Но если вас впечатлило, значит... Но все закончилось хорошо? Да, мы здоровы, живы. Все хорошо. Отлично. Понимаете, все было на таком адренарине, что просто это было как будто, допустим, один день, как будто это такое было чувство, что это все на одном дыхании все делать. Потому что мы чувствовали очень-очень сумасшедший заряд от этого всего дела. Хотелось, допустим, вот когда я разбила витрину, мне хотелось идти дальше разбивать витрины везде. Мне кажется, что тебя завидовали все девушки. Вот Женькая половина населения, точно, я сидела, думаю, я бы тоже вот так вот как бы. Да, да, да. Да, всегда экстремальные ситуации дадут самые лучшие эмоции у человека, так что это было у нас хорошо, наоборот. Холод, босиком, все эти ситуации, потому что это дали такие выражения чувства, лица, вот-вот эмоции, что как раз хорошо и смотрится в клипе. Самые настоящие эмоции были, не поддельные, не искусственные, как у наших телезрителей. Здравствуйте, вы в прямом эфире на Russian Music Box. Алло, привет. Привет. Как тебя зовут? Меня зовут Митя Олег, я из Москвы, и у меня два вопроса к группе. Давай, Митя, ждем. Первый вопрос, это сравнивают ли вас с другими женскими группами, например, с группой Серебро. И второй вопрос, пытаетесь ли вы в фастфуде? Что-что? Пытаетесь ли вы в фастфуде? Макдональдс. 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 Честно, честно, открыто, да. 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 Я люблю мак, редко, но люблю. Я недавно согрешила, господи, я ела дабл чипсбург, представляете? Эти крилошки люблю, и это чикен наггетс, или как это, и картошка, и картошка с майонезом, очень вкусно. Это не сказывается на ваших фигурах вообще раньше? Конечно. Да, конечно. Нормально. Я бы хотела сказать одну вещь, просто у нас бывает такое, что, допустим, мы себе в чем-то отказываем очень долго, допустим, когда мы готовимся к какой-то съемке, либо клипу, и вот, допустим, мы закончили съемки клипа, и мы просто решили. Сразу. Сразу же решили без себя побаловать. Поваргай, психанули. Побаловать. Я села большую пиццу после съемок. Я думаю, мы же служили, вот честно. Слушайте, я тоже так считаю. Иногда можно, можно немножечко погрешить, чтобы, знаете, как-то флюиды выделились, там, ну, все как правильно, весь процесс пошел. Какой у нас еще вопрос был? У нас Митя спрашивал. О серебре. О серебре. Ну, как можно сравнить и сравнимое? Нам нравится эта группа, мы ее слушаем. Да, у нас есть она в их песне в плейлисте. Мы постоянно слушаем ее. Но нас, честно, я не замечала. Может быть, поклонники такие там как-то и сравнивают, но мне кажется, это по-хорошему. Просто им нравится наша группа. Там девочки, там девочки. Ну, просто разные. Ну, просто разные. Ну, разные, действительно. А что играет девчонки у вас в наушниках? Миша, у тебя вот что ты слушаешь сейчас? Именно сейчас вот, кстати, сейчас я очень сильно запала на последний альбом «Адель». Вот, допустим, даже буквально вчера я его слушала очень-очень-очень много. Прониклась ты Адель. Да, я считаю, я просто талантливейшей певицей. Это просто сумасшедший артист, который с большой буквы. Поэтому вот на данный момент у меня такое. Что у тебя играет? От зарубежных до наших, конечно. Я из «Серебра» слушаю сам Смит, Бейонс, как у нас королева, конечно. Себа. Наши песни. Я игру много-много. Меня очень-очень... Разнообразные. Да, мне очень много песен. Я еще слушаю Макс Абарский. Ооо, Максу приятно. Нам очень понравился последний. У него вышел новый альбом. «Микола» называется, да, «Миколай». Ну, на «М» как есть на украинском языке. «Миколай». Очень классный. И по поводу меня, что я слушаю, я также слушаю последний альбом «Модель». И, к своему же удивлению, я сейчас слушаю последний альбом «Вселины Гомес». Я очень удивилась. Мне очень нравится. Интересно. Прямо ставлю весь-весь-весь альбом и его слушаю. Мне нравится. Мне еще нравится песня «Рождена» Ануси. Последняя песня «Знаешь». Она очень хорошая. Я давно ее слушала перед выходом клипа. А когда вышел клип, это новые эмоции. Так что мне очень нравится. Потрясающе. Мы тут, знаете, о музыке. А вы о чем, дорогие друзья, вы можете к нам дозвониться 8495-286-2949. Я выучила, наконец, наш телефон. Поэтому можете смело дозвониться, пока «Виагра» у нас в гостях. И вот он звонок. Привет. Алло. 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 Здравствуйте. 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 Вопрос в группе «Виагра» значит такой. Вот песня их «Мир без тебя», которая у них есть, да, могла ли она, например, звучать на свадебных корпоративах? Мы не поем эту песню. Мы не поем «Мир без тебя». А вы не поете это? Мы не поем эту песню, нет. А, «День без тебя». Нет, «День без тебя» мы не поем эту песню. Это, наверное, Вера Брежнева поет. Ну, может быть, Вера Брежнева поет, но мы не поем. Ну, мне кажется, смешались вместе будки. Все, в общем, да. Немножко не туда позвонили, просто ошиблись номером. А так я напомню, наш телефон 8-4-9. Вера Брежнева немножко по другому телефону. Вот, ну, там, на сайте зайдите, посмотрите. Девчонки, хотелось бы еще поговорить про «Так сильно». Вот, «Так сильно» уже он меня тронул, этот клип, поэтому хочется, конечно, поговорить, кто режиссер, кто оператор, в чем были сложности, кроме витрин. Вот, что вам понравилось? Да, задумка была, как и все клипы, задумка Константина. Константина. Да, мы всех знаем. Да, мы всех знаем. Потому что мы всех знаем, все нас греют, кормят. Да, кормят. Эречка, видишь? Да. Это было замечательно работать, на самом деле. Извини, Настя тебя перебили. Не-не-не, ты что? Просто я... Кстати, вот, хотела спросить, у женских коллективов всегда бывало что-то, ну, слушай, не зацветают это друг от друга, девчонки, эмоции, там, ну, все такое, голова болит. Как вы справляетесь с тем, чтобы, ну, не конкурировать? Хотя, ну, это невозможно. А вы знаете, я же покажу. Вот так. Мы можем ругаться, 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 то он такие «Иди-ка мне, дурочка». И все. И вот так это происходит. Хорошо. Как обстоят дела с соцсетями? Перископы уже работают. 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 Давайте вот так, чтобы, ну, вдруг есть эти сумасшедшие люди, которые не подписались еще на вас. Ну, пожалуйста, озвучите. У вас есть одна группа или это разная? Нет, это каждого своя. Разная. Давай, как? Кожевникова моя фамилия точка А. Точка А. Это инстаграм? Нет, это мой перископ. А инстаграм? Кожевникова Анастасия. Вот так, значит. Подписывай, если бы подписался Эрика. Меня Эрика Херцег. Просто в одну строчку без перископа. Эрика Херцег. Без ничего. Да, и перископ, и инстаграм. У меня в перископе нет. А почему тебе там нет? Почему нет? Почему нет? Почему нет? А нам нравится лякать там, классно. Я буду у вас перископать. А есть я в инстаграме, просто Миша Романова. Миша Романова. Друзья, ну кто-нибудь подписался, подписывайтесь. Уверена, что много чего интересненького вы там увидите. Вот обычно, когда все девочки выкладывают кухню, там как что снимали, что ели, пили, где были, где что делали. Так что подписывайтесь уверенно, что вам понравится. Ну а сейчас, я думаю, настало время послушать тот самый так сильно нами любимый клип от группы Viagra. Поехали. Вконтакте Live приводит эфир на Russian Music Box. У нас тут жарко, горячо, потому что группа Viagra сегодня у нас в гостях. Сейчас была практически премьера. Ну уже кто видел, кто видела. Может, для кого-то премьера клипа так сильная, где там все поджигали, все горело. Настя, ну как ты осталась живой после керосина? Мы же себя не подожгли, так немножко пованивали бензинчиком. Ну а так все хорошо. Ну отлично. Хочу, вернее прослеживаю в ваших клипах одного, ну не того, что одного и того же мужчину, а один и тот же. То есть вы делите всегда мужика, короче, делите на троих. Почему так происходит? В чем, вот я сейчас возвращаюсь к клипу. Так больно и предыдущий клип, который вы снимали. Это было прекрасно. Да, прекрасно. Да, там тоже идея в том, что это один и тот же гуляет с клипом? Нет, другой мужчина, другой. Разные мужчины так видят Костя, так видят Солодкий Сергей, так они видят, что наши судьбы переплетают. Мы как одна героиня, но три лица одной героини. То есть мы все очень разные, потому что у каждого свой характер, у каждого свой типаж. И каждую какую-то определенную ситуацию ее воспринимают по-разному, на самом деле. Допустим, если я была более спокойная, допустим, в этом клипе и какая-то там, возможно, гордая женщина, то, допустим, Эрика была такая более... Я всегда активная, такая вот, давай вперед. Востримчивая, у нее вот слезы лились, там, знаете, вот такие эмоции. Да, могу кричать, могу бегать, там... Вообще опасная женщина, она может взять... И опасная, да. Этот, нож и все, уничтожить. Как же такие же в жизни или это все-таки образы? А в жизни Эрика такая спокойная, они же, наоборот, а Настя вообще в бой? Или как, и отталкиваться от вашей сущности? Естественно, я думаю... Ну, я бы не сказала, чтобы это было прекрасно, что... Ну, лично... Ну, вот у меня образ такой, что я падаю там на колени, в соплях, в слезах, я такого бы не сделала. Не упала бы? Честно, я бы не упала. То есть, как бы я... Ну, это все обыгрывалось, но это не моя история. Ну, вот. То есть, это образы все равно. Говоря об образах, хочется поговорить о кино, ходят слухи о том, что вы снимали сейчас в фильме. Или это неправда? Или это слухи? Разве это есть? Разве что у себя на телефоне? Мы снимались эпизотически. Так вот, у нас были съемки месяц назад. Да. И мы играли сами себя. Мы играли сами себя. То есть, ну, там даже... Это не было сложно. Мне кажется, нельзя сказать, что это были съемки в кино. Хотя мы бы хотели. Это очень круто. Так, вот. Я к чему иду. Если бы вам предложили сниматься в кино, какую бы каждая из вас выбрала роль? Вот, Настя, ты кем бы была? Я не знаю, но... Давай так, отрицательный персонаж или положительный? И тут и другое. Что-то такое. Честно, я хотела бы себе попробовать, например, образ какой-то трагической дамы, которая там страдает, или наоборот, я сыграла бы в каком-то три видео ужастики. Вот где-то так даже. Мне это очень интересно. Я хотела бы такую эмоциональную роль. Хорошо. Попробовать. Мне очень нравятся тоже эмоциональные роли. Фильм как триллер и драма. И я не обязательно играла бы хорошую девочку. Не знаю. Мне кажется, ты точно можешь играть в продолжении фильма. Все знают саги этой потрясающие. И ты знаешь, о чем я говорю наверняка. Тысячу раз говорили, что ты можешь спокойно играть. Теперь уже вместо Лизы Боярской, вместо главной героини этого фильма. Ну, ладно, не будем управляться. Это мои всякие вкусности. Миш, ты кого бы сыграла? Ну, вы знаете, вот здесь мои мысли чуть-чуть расходятся. Потому что, в принципе, я такой человек более лирический. Но, кстати, я бы с удовольствием сыграла какую-то комедийную роль. Вот, допустим, не знаю, даже, допустим, возможно бы озвучила какой-то мультфильм тоже. Потому что мне вот, я обожаю говорить какими-то разными голосами. Ну, и еще, конечно же, я бы хотела быть женщиной кошкой. Вот так. Друзья, у нас есть звонок. Давайте послушаем. Привет. Мне тоже нравится. Алло, алло. Алло. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Митя Олеговна, я вам уже звонил. Да. Да, Митя. Да, да. Вопрос? И у меня еще один вопрос. Ага. Будут ли у вас какие-нибудь дуэты с Митей Фоминым, Верой Брежневой или группой М-бэнд? Спасибо за вопрос. Честно, пока не планируется ни одним из артистов. Интересно, честно говоря, сочетание было бы с Верой Брежневой. Это было бы, мне кажется, очень круто. Да, почему бы и не спеть с Митей Фоминым. И все будет хорошо. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. И все будет хорошо. Мне очень нравится просто это вот и. И. А может быть, с кем-то из зарубежных звезд, коллег вы бы хотели? Ой, мы здесь готовы долго говорить. Ну, я уверена, что это было бы прекрасно, друзья. Поэтому давайте посмотрим Viagra. Это было прекрасно. Четыре. Три. Вконтакте лайв, прямой эфир на Russian Music Box. Всем большой привет. 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 Я сам Viagra у нас в гостях. И, друзья, задавайте, задавайте свои вопросы. Знаю, что их очень много у вас. И, кстати говоря, мы сегодня разыграем два билета на мюзикл парфюмер. Так что, кто дозвонит и задаст самый креативный, самый эмоциональный вопрос, тому я лично вручу эти два билета. Принестите телефон. Я хочу позвонить. Такой же будет, как и фильм, вы не знаете? Не знаю, не была, но очень интересно. Я думаю, что там что-то будет немыслимое, судя по заголовкам и анонсам. А вы, кстати, как свой досуг справляете, девчонки? Я люблю ходить кино. Если вообще есть время у вас. Есть. Люблю ходить в кино. Мне очень нравится. Что из последнего? Самого последнего я смотрела «Сикарио». Последний фильм вышел. «Сикарио» — это наемный убийца. Называется так в каких-то штатах Америки. Очень интересно. Была там женщина в главной роли. Она военный. И очень интересные переживания. Потому что в кругу военных мужчин одна женщина. И она такая вся. Интересно. Можно посмотреть фильмы. А мы недавно были с Мишей. Двоем. Спектр, кстати. 007, Джеймс Бонд. Это брутальный мужчина вас покорил. Покорил. Супер. Ну, в этом, допустим, постельных сцен. Там мало было романтика. Я говорю, девочки, сходите. Я этого ждала. Пошли и сказали, мало сцен. Я говорю, что вам надо. Ну, да. Нехорошо. На самом деле. Не досмотрели, не досняли. Ясно, ясно. Хорошо. Так, поехали дальше. Вопросы наших телезрителей. Нужно об этом почитать. Да, читаю. Итак. Как настроение? Мы уже поняли. Тут даже нет вопросов. Хорошо. Девушки, где можно вас в ближайшее время услышать вживую? Когда будет концерт? Когда чего? Когда где? 11 числа у нас концерт. В Волгограде. В Волгограде. Что мы ждем вас там? Не так надо было. 11 числа, друзья. В Волгограде. В Волгограде. А в Вервегре, когда это на улице проходили на улицу, это колоссально очень здорово. Ты говоришь, я вас не слышууу. Это здорово. Черниговей у нас недавно была, кстати. Черниговей. В Украине, да. Это очень меня порадовало, конечно. и хороший концерт хороший концерт по энергетике очень много людей очень несмотря на то чтобы какой холод на улице вечер что обычно дарят поклонники цветы нам этого все хватит и мы хотим любви фан-встречи просят говорят когда будет фан-встречи когда будет фан-встречи надо организовать очень плохо два года группе но с ним не было ни единой фан-встречи это очень плохо пишите девочки нужно собраться точное время дату и мы придем все отлично вот они пообещали все так поехали дальше значит спрашивают секрет красоты ну как хорошо нас не нужно есть сладкая нас не нужно есть хлебности нужно ходить спортзал настя нужно высыпаться чего она пытается сделать когда у нее свободное время и настя очень любит поспать девочки вот и очень хорошее настроение и этого все плюс еще и речки и больше спать речки и массаж надо и спа надо и и уход надо и все на ребята вы не представляете это очень большая работа над собой что сказали о работе я скажу что для того чтобы быть красивой нужно любить у вас меня зовут что ли опять да у меня два вопроса первый это скажите кто из современных русских артистов вам нравится и второй вопрос каким видом спорта вы занимались в детстве и сейчас пока нет по поводу видоспорта я могу рассказать что раньше я была супер спортсменка я занималась гонгболом очень удивлен я ездила на чемпионаты даже на санта я была я была талисманом так сказать потому что я была самая маленькая вот допустим нам выдавали какую-то форму всем было вот по размерам то же самое что футбол только мы играем руками такой небольшой мячик это женский вид спорта очень и очень крутой можно сказать это венгрии есть очень известная команда и они везде выиграют чемпионаты просто у меня тоже вот отец пытался что давай работа и спортсменкой но ребята я до 20 вообще не любила спорт на конечно я хотела худеть большой вес просто потеряла 35 килограмм и если кто-то еще не знает эричка да да я за этого начинала и заниматься спортом я люблю кататься на велосипеде вот отлично я занималась в неделе недели две занималась баскетболом мне где-то было 6 лет и еще и занималась малым теннисом он то что и спорта я это вот то что я отлично помню все спортивная гимнастика у меня была девчонки спортивные чтобы вы понимали да подготовлены вот если у кого-то появился другой вот мы кстати в мете на первую часть вопросами ответили но я думаю что он еще дозвонит и что нам спешить куда нам спешить мы не дозвонили тебя вот если у кого-то появился другой смотрите чем это заканчивается вконтакте лайфы на эфир на рашен мизик бокс всем привет кто присоединился к нам в группе виагра в гостях задаем вопросы спрашиваем смотрим клипы и конечно же девчонки рассказывают о новостях и о том что нас ждет от группы агровод вы часто спрашиваете прости кто придумывает стиль кто дизайнеры и в жизни и в клипах в жизни мы мы повседневно жизни мы всегда одеваемся так как подсказывает нам сердце конечно постоянно вот обсуждаем между нас собой чтобы что а дети например хоть какой-то цветная гамма или чтобы соответственно да да чтобы было хоть как-то органично а в клипах кто-то придумывает образы вообще такой человек я не знаю он и дизайнера он и режиссер он и великий композитор он даже и стилист тоже нам мы скажем как выглядит на звонит он говорит а по поводу ногтей можно сказать что же что же что же что же не подскажите но допустим какая-то съемка до большой мероприятия всегда советуется да хорошо так поехали как учились в школе волнует всю страну девушки школе ну как вы учились я была отличница хулиганка или наоборот такие прилежницы я была хулиганка но такая совсем оторва но я училась средняя то есть тройка четверка то есть я не была отличницей все свободное время и все мое желание это выходило музыкальную школу и вокальную школу то есть школы как таковом не существовало я ходила в нее между агадан час дня я уже убегу и дальше пойду просто существовать и кайфовать вообще от жизни вот поэтому у школа как-то вот так я была очень спокойная девочка но я всегда вы допустим на всех концертах праздниках мероприятия всегда я выступала себя пела поэтому мне ставили хорошие оценки в принципе я училась неплохо ну вот допустим какие-то как бы я училась специализированном лице это музыкальную клонку допустим по музыкальным предметам я была круглая отличница но это это точно а я а я очень хорошо училась я хотела просто быть но один времени на вообще вообще-то хотела быть политиком быть да да и получилось что я очень любила математик математику физику такие вот реальный манту уже кстати но меня диплом я экономист я тоже я закончил академии эстрадного циркового искусства но нет я не могу но адапа по классу эстрадного кал поэтому представляете вот вообще это парадокс совпало когда а кем хотели вообще стать когда были маленькие модели конечно себя этот хлопайте все вообще дворы подъезды вообще найти на лестничной площадке это все собирал дом постоянно всех и знаете вот от совсем кого точно достал так это петь я песню битаса это вообще без должна что настя я очень нравится эта песня контроль закрытся ждать меня выполняет у меня были какие-то люди и мы сделали так как астяга чтобы informal includes этих любимых участников боли мореウ это нормально вообще посол Cory видит ну что гнее что止ит на партийной зоне Муз-ТВ. И второй вопрос. Будете ли вы участвовать в аукционе диджея Чака, ну, ведущего канала Russian Music Box, продажные звезды? Честно, простите, но мы не знаем. А мы так и подавно не знаем. Мы такие информации постоянно получим вот до выступления, до 2-3 дня. Но мы сразу получаем сообщение, что девчонки вот через 3 дня вы будете выступать там и там. Мы этим занимаемся наш пиар-менеджер Дениско. Это не наша МОН, он об этом скажет. По поводу партийной зоны, я думаю, что приглашайте, мы обязательно приедем до Нового Года, возможно. Может быть и будет. А я думаю, что это все самое интересное, где и когда будет выступать группа Viagra. Вы можете смотреть на официальном сайте группы. Там есть прям все четко, где, когда, во сколько, что. Вот я точно знаю, что 11 числа в городе Волгоград будет концерт, поэтому нельзя туда выть! И все, и послушаешься. Не ждем чего там. Да. Вопросы. А у нас еще один звонок, а потом вопросы от наших телезрителей. Здравствуйте! 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 Здравствуйте, девочка! Привет! У меня два вопроса к девушкам. И первый — это как вы относитесь к свободным отношениям между мужчиной и женщиной? И второй — ревнивы ли вы? Я очень ревнивая, я очень, из-за этого меня нет мужчина. Я тоже безумно ревнивая, прям, прям, вообще просто. А, кстати, львы, по знаку Зодиаков, первые в списке убийц. Поэтому... И за ревностью, да? И за ревностью, да? И за ревностью, я думаю, конечно. Ну, поэтому, в общем, дайте аккуратно. Ревнивая ли я? Не могу сказать, что да, не могу сказать, что нет. То есть у меня такое нормальная, нормальная ревность, нормальная. У меня у меня ревнивая. Да, но по поводу свободных отношений, ну, мне кажется, это, возможно, нормально, когда подростки, они юные, как-то просто там целуются, дружат. Это нормально в порядке вещей, когда нет любви. Если есть любовь настоящая, то могут быть. Да, ну, это реально. Настя права, чтобы это возраст. Но после 20 я уже не считаю, что в такой игре надо играть. Нет, ну, допустим, хорошо. Хорошо, если свободные отношения уже... Сразу чувствую себя, что я Эрика Ревнивая очень... Да, я с тобой говорю, что никакое свободное отношение. Негативит, ох, уже девушка. Ну, да, не знаю, как-то, ладно, мужчины не могут, да, они такие более свободные, но по отношению к девушке это нехорошо, мне кажется. Да. И если она так к себе относится, что она позволяет это, это тоже плохо. Не надо. Абсолютно солидарно. Ну, я так думаю. У нас звонок, друзья. Привет. Здравствуйте. 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 Как вас зовут? Откуда звоните к нам? Алло, алло. Сорвался. Ну, я хочу еще. Еще дозвонятся, конечно. Сейчас вот вопрос от нашего телезрителя. Значит, всем привет пишет. Привет. Мы очень вас люблю. Спасибо вам большое за творчество. Хочу попросить Настю, Эрику, Мишу написать мне автограф. Пожалуйста, буду счастлив. Я буду счастлив, и если вы мне напишите автограф, мечтаю. А как же мы его вам передадим? А давайте мы сделаем следующим образом. Вы здесь распишитесь, а он дозвонится к нам? Или вот сейчас я прочитаю. Эдуарду Михай. Вот. Ты можешь дозвониться, и тебе объяснят, где забрать автограф. Пожалуйста, все ваши данные. Я начну сбываются, но я здесь в прямом эфире на Russian Musicbox. Девчонки, где вы расписывали сам в необычном месте? Давали автограф. Ну, мы на теле было дело, да? Да, я на теле уже дала. Вот, подожди, меня было хоть какой-то вот или на грудь? Мужчина. Было, было, было. А я на грудь написала. Да, вот это прям я была в шоке. Руки были. Ну, давай свои дела. То есть, тело уже все расписывали. Да, было дело. Так, хорошо. А на машинах не расписывались? Нет, нет. На своей машине кто подарил, я так автограф наставила. А, и все впереди уверена. А у нас звонок. Здравствуйте. 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 Привет, как тебя зовут? Меня зовут Таня, и у меня два вопроса с девушкам. Это стандартно у нас два, да, пожалуйста. Первый вопрос. Верите ли вы в приметы, и какая ваша любимая черта в мужчине? Приметы. Отдельно. Ну, то есть, плюете там через плечо в зеркало, смотрите, кошка перебежала? Я не суеверная. Кстати, кошка перебежала, говорят наоборот, что если кошка черная перебежалась, ты первый пройдешь ей вот какую-то дорогу, то уйди наоборот будет счастье. Так говорят в церкви наоборот, потому что кошки, они вхожи в церковь. Ну, я в это как-то верю. Вот, но вообще я не суеверная по этому поводу, когда, например, если я что-то забыла какие-то ключи дома, возвращаюсь домой, то в зеркало я не смотрю. Вот, поэтому мне кажется, чем больше мы себя нагружаем этим всем, тем сложнее жить. Я тоже не боюсь ни о чем, наоборот, 13-го пятница у меня всегда хороший день, вот, и у меня цифры вот эти странные, и тоже, я вернусь в квартире, ребята, моя самая вот большая проблема всегда, я что-то забываю дома, и это всегда, я напоминаю, слава богу, возле лифта. И сразу бегу обратно, у меня был один рекорд шесть разов, космар, космар Эрика, честно, это просто, да, потом было все нормально, еще меня забыла, шесть, да, шесть, так все нормально, а я вот, допустим, а я, а я суеверный человек, вот, допустим, я, я даже плююсь с права плечо или левое какое-то, надо, когда спотыкаешься, либо еще что-то, в общем, но, как бы, я не придаю этому какому-то значению, но все равно это делаю, почему-то, допустим, я не знаю, там еще, как, допустим, если я одеваю одежду с шимором на выбор, то тогда топчется, там чуть, представляете, вот, как в детстве, я не знаю, почему это происходит, но, в общем, ну, у каждого свои, как сказать, тараканы, имя так они называются, то, что живет у нас там не серое вещество, вот, у нас еще один звоночек, здравствуйте, алло, здравствуйте, у меня вопрос, будет в 2016 году в Москве сольный концерт? Знаете, хотелось бы, пока мы не оговаривали, это не планировали, но давайте сделаем, давайте. Ну что, друзья, я думаю, что мы ждем, мы ждем, а да, сейчас пойдем подышим немножко кислородом и вернемся, с Мотом. С Мотик. Привет, Мот. Вконтакте лайв, прямой эфир на Russian Music Box, всем привет, кто к нам присоединился, у нас Viagra в гостях, и у нас жарко, огонь просто, что творится, так что звоните к нам в эфир, и уверена, что зима вам не будет страшна, вы будете согреваться этими ответами от группы Viagra. Кстати, Джон, как будет, Новый год отмечайте вообще, какие планы? Будем работать. Работать? На сцене. На сцене. Как сетичного года, так и вы проведете. Ну, а вообще, есть любимое место, где нравится бывать, или приезжать, или отдыхать, вот так вот. Думаю, это неприятно, можно где-то за границей. Ну, вы знаете, я думаю, это, скорее всего, свой родной дом, потому что мы бываем там очень нередко, и, допустим, на такие праздники, которые связаны с детством, с чудесами какими-то, хочется именно поехать к родным. То есть дом родной, вот самый лучший вот так, да? Еженки, как изменилась ваша жизнь обычно? Я думаю, что этот вопрос вы задавали 3 миллиона раз, но мой будет 3 миллиона первый. Вот. Как изменилась ваша жизнь после того, как вы стали вот группой Viagra? Вот она до и после, или все равно вот... Я не могу сказать, что надо до и после. Я, ну, это, честно, действительно что-то изменилось, да, то есть как бы я, меня устают на суде, знают на улице. Финансово стало, может быть, как-то более уверенно себя чувствовать, ну, я так о себе говоря. Вот. Но внутренне я очень рада, что я не изменилась, что я осталась с той же Настей, и мне кажется, это очень хорошо. Это замечательно, я бы сказала. Долго привыкали к тому, что кто-то на улице подходит, говорит, ой-ой-ой, вот это вот все. Часто вы бываете, как вы привыкали к этому? Это же тоже необычно. Очень приятно, очень приятно. Недавно, кстати, мне уже очень приятно, чтобы люди не только молодые, такие вот 14-15 лет, меня женщина за 40 вот узнала сразу, вот вы прекрасная, вы такая красивая, мы с дочкой смотрели ваши фотографии, вот смотрели клипы, ой, и она меня узнала. Вот вообще я просто выхожу на улицу без макияжа, очень простая, без каблука, без никакого прическа. Я всегда так гуляю по городу, потому что так удобно, но я думаю, чтобы никакой, это самый лучший маскарад, когда ты не маскареешь. А у меня, допустим, это бывает очень часто в такси, когда, допустим, в такси спиде везет, 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 потом такой поворачивайся, и поворачивайся второй раз и думай, это вы? А меня фоткают, вот сзади я сижу, и можно вас пофоткать, чтобы вы сидели, вы сидели на мою машину? Я говорю, давайте. А в магазин обычный как вы ходите? Там набрасываются? Знаете, вот спокойно, я вижу взгляд, что вот в глазах, узнали, но они даже иногда даже не заговорят, то есть видно, что вот они увидели, не следят за тобой, там, как ты что-то там, вещи смотришь, вот, но очень какие-то, ну, воспитанные и не вылезают в пространство. То есть ты пришел просто в магазин, да, ты обыкновенный человек, ты сейчас не на сцене, и очень приятно, что люди вот как-то не внедряются. Ну, и хорошо, когда тебе подходят и говорят, что вы нам нравитесь, или там, ну, как-то хвалят, это хорошо. А вы знаете, еще бывает такое, что очень часто бывает, и подходят такие, ой, а я думала, вы выше. Вот, это всегда. Да, да, да. А почему вы такие маленькие? Друзья, ну что, у нас еще один звоночек, привет. Здравствуйте. Как вас зовут, представьтесь, пожалуйста. Окоп, у меня вопрос, что вам больше всего понравилось в Армении? Куда? В Армении. В Армении, в Армении. Я знаю, она из Зуси должна вообще, последний припев там мне поется на русском. Ну, там очень красиво покушать. Мне кажется, там потрясающая кухня в Армении вообще, сумасшедшая кюфта, эти лосони. Мы не покушали там, я помню, да. Да, я вот, что-то в национальности мы очень хорошо покушали в Грузии. В Грузии, в Батуми. В Батуми. Ой, это хорошо. Там нас накормили, реально, очень вкусно. Там нас накормили, просто невероятно, до сих пор я запомнила. Мы были два года назад, 11 января, я помню, я очень все запомнила. Просто для меня колоссально, очень большое такое впечатление, и в сердце осталась Грузия. А вы помните эти мандаринки? Грузия, я помню. Мандарины. Видишь, а деревья все мандарины, мандарины. Видите, это нормально? Да, мандарины. А с вами умеете готовить? Да. Очень любим, кстати. Очень, я очень люблю готовить. Класс, коронное блюдо, вот прям, да, Настя, твое. Я люблю сырный суп готовить. Это обыкновенный суп, просто, но в конце добавляется сыр, и это просто невероятно вкусно, очень вкусно. Борщ и голубцы, но и гуляш. А я готовлю семку в сырно-сливочном и корном слоусе. Ой, да ну, все, я не могу, уже семки капают, девочки. У нас звонок, здравствуйте. Алло, алло, не надо, не надо, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Ну почему-то. Стеснялки, 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 ну ничего. Так, вопрос, как вы относитесь к людям, которые пишут с ошибками? Вроде меня, девочка просто вот с этим вопросом тоже очень наболевшая, видимо, у нее. Вот если люди пишут с ошибками. Боже мой, а я тоже с ошибками пишу, потому что я с акцентом в этом. разговариваю, я недавно начинала вот учить русский язык, можно сказать, ну как недавно, уже 4 года. Но писать, читать я тоже не знала, и сейчас уже более-менее вот-вот знаю. И я тоже могу с ошибками, это ничего страшного, это любой человек может сделать ошибки, хоть на венгерском, но потому что у меня родной язык, я вижу просто очень много комментариев, я на фейсбук тоже получаю из Венгрии, вот. Я могу сказать, что это особо не страшно, вы главное в телефон себе закачаете такую функцию, где исправляют все ошибки, потому что, допустим, на моем примере, допустим, у меня есть очень много знакомых людей, которые действительно там безумно талантливые люди, либо великие люди на самом-то деле, но они допускают ошибки, но это в порядке вещей, я считаю, что это не очень страшно. Так, если увидишь ошибку, считай ее за улыбку. Вот так, специально. Дозванивайтесь к нам в эфир, 8495-286-2949, пока еще группа Viagra у нас в гостях, слушайте самую хорошую музыку, и, конечно же, мы сегодня смотрим клипы от групп Viagra. Девчонки, скажите, вот самый для вас сложный клип был, самый непростой и, может быть, с какими-то вот столкнулись с трудностями? Самый первый клип, конечно, это было очень страшно. Сколько еще и съемки? 28 часов. На каждый клип так, 24-23. Но это был самый большой из... Ну, у нас опыта просто... Исходя из того, что это была самая первая работа, естественно, мы еще не знаем, какие мы в кадре, то есть... Что вообще делать? Да, что вообще делать? Посмотреть, где мы, кто мы? То есть это было очень сложно, но я думаю, что мы все справились вместе с Саланом Бадоевым, и мы получили маневацию. Да, поэтому я считаю, что все удалось на самом деле. Давайте посмотрим, как это удалось группе Viagra. Перемирие смотрим. Вконтакте лайф на Рожжем Музикбоксе. Группа Viagra у нас в гостях. И эфир получается зажигательный, и благодаря вам, телезрителям, что вы задаете всегда вопрос интересный. И, конечно же, благодаря девчонкам я хочу вам сказать огромное спасибо, что вы пришли. Спасибо, спасибо, дорогая. Я желаю вам творческих успехов. Узбеков. Творческих узбеков. Да, таки бы засидеть, вам что-нибудь делать, вам помогает стайка такая. Турческих узбеков. Узбеков всем привет. Вот, хочется от вас услышать какие-то пожелания, хороших слов, новогодних, поклонников, поклонников, зрителей. Конечно, мы это любим. Давай, Лиза, заряжай. Я? Да. Дорогие наши поклонники. Да, вот как речь президента, так и ваша. Спасибо вам за большую любовь, что вы следите, вы... Вы, вы, вы... Вы нас поздравили. Счастья. И мы вас очень-очень сильно любим. Всем любви, счастья мира и с Новым годом. Спасибо большое, что сейчас прикуты к экранам. Russian Music Box, спасибо огромное, что следите за нами, голосуйте за нас. Такие добрые. Спасибо вам большое, что вы у нас есть. Мы желаем вам в наступающем году море-море улыбок, естественно, очень счастливых моментов, каких-то волшебства. Пусть везет во всех делах. Берегите себя и друг друга. С Новым годом, телезители Russian Music Box. С наступающим, да. С наступающим, да. Но у нас еще есть немножко времени, мне подсказывают, совсем чуть-чуть есть, вот, поэтому мы можем еще поболтать, да, и ответить на вопросы наших телезрителей, которые так, рьяно пишут, да, свои вопросы задают. И хочу еще, кстати, сказать, что Митя, который нам звонил, тут всю дорогу, весь эфир, Митя, тебе вот просто отдельный респектоз, и подарок тебе два билета на мюзикл, мюзикл Парфюмер, а сейчас упали на две секундочки, расскажу, что это за чудесный мюзикл, и с чем его едят, да, вернее, кто там в чего, кого есть. Общие смотрите, 24-25 декабря в 19.00 СК Олимпийский единственная в мире музыкальная интерпретация романа Парфюмер по роману Патрика Зюскинда и Игоря Демарина при участии мировых звезд фигурного катания. Еще никогда ледовое шоу не достигло такого размаха, как уверяет Игорь Демарин, постановка сохранила главную интригу романа, это история не убийцы, а история рождения Гея. Так что все вперед, вперед, вперед на мюзикл, а ты, Митя, получаешь эти два билета, так что дозвонись снова, как ты это хорошо умеешь и получишь два билета и пойдешь отдыхать. Ну а что, друзья, а я вам желаю тоже хорошего отдыха, с вами была Анна Грачевская, группа Виагра, девушки, спасибо большое, увидимся скоро, пока, пока, до встречи. Пока, пока, пока.